Красивые, грациозные, элегантные. Такой образ женщины рисуют нам в книгах и показывают в фильмах. А еще одни гордые, сильные и отважные. Это уже подсказывает реальный жизненный опыт. Накануне праздника «Весны и красоты» мы решили рассказать вам четыре истории необычных ивановских женщин, прекрасных и самоотверженных, и в быту, и на работе, изящных и нежных. Одним словом, реальных, но от того не менее идеальных. 30 лет на пуантах. Вся жизнь Ирины Дмитриевой – это сплошной балет. Ведущая солистка музыкального театра в прошлом, мастер сцены высшей категории в настоящем, уже на ранней творческой пенсии. Она все равно не отходит от станка. Работает и с детьми, воспитанниками студии «Лисенок», и со взрослыми – балетной труппой театра. Передает хореографические премудрости. Это совсем, конечно, другая специфика. Одно дело – пестовать себя, свое тело, и совсем другое – другими работать мышцами. Там надо было ногами, руками, а здесь больше языком, головой. Думать надо, придумывать комбинации. Ирина Дмитриева грезила о сцене с 6 лет. Ее привлекали изящные балетные па. Хотелось быть такой же, как эти воздушные, хрупкие, беззаботные красавицы, в пышных пачках и на кипельно-белых пуантах. За своей мечтой Ирина Юрьевна пошла в Московское академическое училище, после чего приехала покорять Иванова. И покорила. Безусловно, должен быть талант. Без таланта очень тяжело. И надо любить, конечно, это дело, потому что, когда выходишь на сцену, надо себя все отдавать, потому что зритель не простит лукавство. Профессия балерины прекрасна, но в то же время она требует колоссальной силы характера и железной воли. Балет – это танец только для зрителей. Для самих артистов это тяжелая, изнурительная и травмоопасная работа. Но в театре ее называют «труд во имя красоты». Это каждодневный тренаж обязательный. Нужно держать всегда себя в форме. С другой стороны, ты себе не позволяешь расслабиться, лишний раз поправиться, разрешить себе полежать. Это такая великая школа. Ирина Дмитриева вышла на пенсию почти в 40 лет, после чего еще без малого 10 продолжала танцевать на сцене. Ей с равным успехом удавались и драматические роли в «Беспреданнице», «Грешницах», «Маскараде» и образы так называемого «Белого балета» – «Фея цветов из «Белоснежки» или «Флёр де лис» – балета «Эсмеральда». Прекрасна Дмитриева в постановке Валентина Лисовская «Звезда Парижа» в роли прославленной Эдит Пиаф. Ирина Юрьевна мне очень нравится. Это педагог прекрасный, она очень добрая. Она ругает нас, ну, она нас даже как бы не ругает, а всегда делает замечания, которые в будущем нам помогут. Я, наверное, ее очень люблю, и мне каждый раз, когда я иду на балет, я хочу встречаться с ней практически каждый день. Это мне дарит радость, ее улыбка. О балете говорят, любое препятствие на его пути должно быть беспощадно уничтожено, будь то собственные слабости или чьи-то желания. Кому-то дано есть пирожные и не поправляться. Кто-то там, не знаю, выпьет стакан воды и уже пухнет с этого дела. Ну, скажу честно, я не соблюдал диет. Мне хватало нагрузок в театре, потому что когда много танцуешь, большой репертуар, быстро все сжигает, все эти калории сжигаются и, в общем, держишь себя в нормальной форме, даже не задумываясь, тем более при наличии двух детей. Часто, рассказывает леди совершенства Ивановского музтеатра, балеринам приходится отказываться от семьи и детей ради искусства, ведь совмещать творчество и быт совсем непросто. Но Ирине Дмитриевой удалось и построить карьеру, и преуспеть в материнстве. Сейчас балерина уже дважды бабушка. Семь внуков занятия по эстетической гимнастике, творчества, выращивания цветов, создания картин и рукоделия. У пенсионерки Галины Беляевой нет времени, чтобы заскучать. Ее жизнь наполнена событиями и красками, в том числе и акварельными. Женщина не мыслит себя без рисования. И пусть учиться этому сложнейшему искусству Галина Григорьевна начала совсем недавно, ее работы немногим уступают профессиональным. Мечта, конечно, портреты хотя бы попробовать, но вряд ли получится. Это высший пилотаж, мне кажется, у художника. Я, конечно, себя не считаю художником. Просто это любительство, но очень увлекательное. Действительно, отдыхаешь как-то на этом. Больше всего Галина Григорьевна любит изображать цветы и пейзажи. Выходить рисовать на пленэр пока смущается, но обожает красочные виды из окна. Рассказывает, стоило в первый раз взять в руки кисточку, и творчество просто захватило. С первой своей картиной женщина просидела до глубокой ночи, не могла остановиться. Теперь некоторые ее работы иногда можно увидеть на выставках. Еще одно увлечение Галины Григорьевны – гимнастика. Занималась этим спортом еще в юности. Уже будучи на пенсии, когда узнала об уроках грации в клубе «Элегия», решила вспомнить былое. Во-первых, радость движения, общение. Все женщины замечательные. Такой подъем. Как бы ни устала после тренировки, в итоге подъем души от того, что ты это можешь, ты это сделаешь. Еще одна страсть Галины Григорьевны – стихи. Женщина рассказывает в молодости времени, да и желания писать не было, но застала посещать после сорока. Строки приходят в голову и на прогулки, и за домашними делами. Активная пенсионерка рифмы записывает, чтобы потом объединить строки в очередной шедевр. И вот постепенно, видимо, какие-то эмоции переполняют, какие-то переживания. И вот получаются стихи. Тоже стал смотреть по литературе, как складываются, какая рифма может быть, ямбы-карамбы вот эти все. И вот так задумаешься, и что-то получится. У поэтессы даже есть свой личный сборник стихов – подарочный. Возможно, в будущем его удастся издать. Без сомнения, Галина Григорьевна – женщина идеальная. Красота, уверена она, идет от сердца. И, глядя на невероятную жизнь этой представительницы прекрасного пола, сложно с этим не согласиться. Восьмое марта – женский праздник. Улыбки, счастья и цветы всего лишь день. А что он значит, чтобы раз в году лишь улыбнулась ты? Улыбка нежно и спокойно, без тяжких дум и без хлопот. Хочу, чтобы так же вот достойно мы улыбались круглый год. Хочу быть женщиной прекрасной, не в смысле яркой красоты. Чтобы улыбалась утром счастье, а к ночи падали цветы. Хочу, чтобы дом был полон ласки, ответом, светом, добротой. Чтобы жить на бесказенной маске, с открытым сердцем и душой. Рождение ребенка – самый счастливый момент в жизни каждой женщины. Но он же самый сложный. Роды – серьезные испытания и для мамочки, и для малыша. Преодолеть барьеры, их разделяющие, и, наконец, познакомиться после месяцев ожидания мамам и крохам помогает наша третья героиня. Знакомьтесь, Марина Смолина – врач и кушер-гинеколог Первого Ивановского роддома. Работает больше 35 лет. Многие ее малыши уже сами стали родителями. Я уже так давно работаю, что ко мне приходят рожать уже дети, которых я рожала. Да, я это очень люблю. Абсолютно недавно была женщина, которая, к сожалению, закончилась операция кесарево-сечения, но эту девочку я рожала. Это очень часто встречается. У нас маленький город, мы все друг друга практически знаем. Работа врача-акушера-гинеколога – это не только радость от появления малышей. Женщина, особенно та, которой роды предстоят впервые, напуганная и не знает, как вести себя. Может навредить и себе, и ребенку. Здесь акушеру-гинекологу приходится быть и доктором, и психологом, и даже мамой. Психологический статус у всех женщин абсолютно разный. И поэтому, конечно, у каждой женщины должен индивидуальный подход. На кого-то, может быть, и голос повышать, а кого-то можно просто уговорить, для того, чтобы женщина в родах ввела себя правильно, абсолютно адекватно тужилась, и чтобы результат был хороший. Сложно посчитать, скольким малышам доктор Смолина помогла появиться на свет. Всех этих детей она называет своими. И каждый раз радуется, когда роды заканчиваются благополучно. Ты себя тоже ощущаешь, ну, в этот момент, наверное, молодой, и хочется быть мамой этого ребенка. Абсолютно эмоции, ну, дети, они такие, когда, ну, просто хочется, чтобы он был твой, вот этот ребенок, который родится. Вот у меня всегда такие чувства возникают. Тот самый случай, когда результат твоего труда стоит бессонных ночей на дежурствах, многих и многих тяжелых часов в родовой. Эти маленькие кулечки станут чьим-то счастьем, будут расти и радовать своих родителей новыми достижениями, первая из которых им помогла совершить наша героиня. Леди-совершенство, которая делает женщин счастливыми, помогает им стать матерями. Наша профессия очень трудная. Мы иногда так между собой сравним это все с работой шахтеров в шахте. Это тяжелая работа, но у этой работы всегда радостный конец. Села птичка на ладошку, посиди у нас немножко, посиди, не улетай. Улетела птичка моя, ай, ай, какая птичка. Можно обмануть взрослого, но ребенка никогда. Первое, что чувствуют крохи, которые только начали изучать мир, это доброту. От Ольги Владимировны отходит один малыш, тут же на руках уже другой. Всем хочется ухватить свой кусочек тепла от этой женщины. Наша героиня – воспитатель в Ивановском доме ребенка. Это не работа, это образ жизни. Поэтому, ну как, ну у матери разве бывают когда-нибудь выходные? Никогда выходных не бывает. И также думаешь о своих воспитанниках, тех, кто прошел уже через твои руки. Естественно, кого-то удается отследить, кого-то не удается отследить. Но тем не менее, все равно думаешь и молишься о каждом. Современная Мэри Поппинс. Она выненчила троих своих детей и десятки чужих. В этом доме ребенку Ольга Владимировна работает уже больше 10 лет. Сколько конкретно малышей засыпало на ее руках, сейчас и не сосчитать. Никогда не считала и никогда не считаю. Потому что это невозможно всех пересчитать. Это так же, как вот батюшки крестят детей, да. Сколько человек проходит через их руки, они же тоже ведь не считают. Дело-то ведь не в количестве, а в качестве. Когда ребенок, который прошел через твои руки, становится успешным, это самое большое счастье, когда встречаешься потом с родителями или сами с выпускниками уже со своими, узнаешь их. Начинать рабочий день в хорошем настроении – это главное, рассказывает воспитатель. С каждым ребенком нужно разговаривать, играть, кормить и укладывать его спать. Титанический труд. Настоящий пример для молодых мамочек, которые не выдерживают и пары лет декретного отпуска. С каждым ребенком проживаешь свою жизнь. В каждом находишь свои черты, которые хочется развить в этом ребенке. Потому что дети, они уже рождаются, они не чистые листы бумаги, они уже рождаются личностями. И наша задача, как воспитатели, как матерей, дать самое лучшее именно конкретно для этого ребенка. А еще наша героиня – творческая личность. Пишет стихи по поводу и без. Не женщина, совершенство. Что всего прекраснее на свете – музыка, цветы и дети. Но без женщины основа всех основ не будет ни детей, ни песен, ни цветов.